что у нас находится соперник 8 побед 6 поражений друзья в принципе чем неплохо идет все таки 8 побед это 8 побед лавка у него дерьмовая сразу же скажу единственный там туркоглу может кидать трешки пожалуй газоль неплохой на поэфи остальные достаточно сомнительные он выигрывает подбор со фирине сбрасывания феникс у нас есть возможность поставить на фору, в соответствии с гаторейдом, все готовы и готовы для этого, на фору для сианта, Майкл Джордан, там Томпсон, там Дуран, там Робинсон и это Олайжиоан в четвертый спот, ну в таких быстрых отрывов я конечно не буду специально наигрывать пост, но вообще напоминаю что эта игра, я хочу специально акцент делать на игру на пост, это кстати очень сложный бросок, очень удивительно что он вообще его попал но на самом деле его держал только что двое, можно было бы и навешивать куда-нибудь, зря я это сделал что-то у меня, у меня какие-то видимо настройки тренерские сбились или что, а офенс сбилась здесь все нормально контроллер сбился, как всегда ничего себе Коби Брайанта Рассел Уэсбрук тоже, не кислый такой А Джерри Лукаса я вообще ни разу не видел в онлайне на мой взгляд, это кстати очень интересно будет Брэндон Дженикс достаточно интересно, но он по-моему серебряный, если я не ошибаюсь Вот полгозоль хорош Очень хорошо его сделали в этой игре Никитоз Дакеш уже ответил на твой вопрос 2К берет комиссию 15% со всех транзакций, с 300 тысяч выщите 15% у тебя получится 250 тысяч Привет, Ронни Всем здравствуйте, кто может быть только что присоединился к нашему горячему стриму Пока что я только начал игру, проигрываю 3-4 Вот это сурово на самом деле Нужно, я думаю, нужно сразу же пассы отдавать, когда идет дабл-тим Брэндон Дженикс Коби Брэндон играет абсолютно не похож на себя аж хороший начальник для этого клуба Дюрант Три-поинтеры на марке Субтитры председателя Это три-поинтера Это лейт тайминг Дюрант Лукаса на 3-9 Дюрант Это Ростбрук с двигателем Управление на таргет Обычно, если он попадает на таргет Он превратит его в пункт Но таргет на таргет Я скажу тебе что Он очень тяжелый Особенно на таргетах НОА Скрим Для Вестбрук Террифик Дизайн На периметре Вроде бы все настроилось Все нормально Три-два Все правильно Управление на таргетах Три-два Три-два Здесь Робинсон И универсу Риба Тайминг хороший Я не понимаю, почему он поразил Который раз И это наиболее И это наиболее Феникс Который раз Это наиболее Печальная тенденция я не знаю что происходит искренне не понимаю уже который третью игру подряд по-моему третью игру подряд у меня что-то какие-то проблемы с таймингом вот все не так как у меня но подожди не кидаешь не кидал брат вот через руки опять пролетел видели четко через руки пролетел акашику вот это бред 6 так что ребят поехали попробуем стимеет жорды дыши с дула же уон nice touch on the bank shot there's 49 seconds left here in the first quarter туркалу паса тяги он хорошо сыграл вообще очень очень грамотно там пикерончик там подыграл и так далее очень грамотно ну куда же ты ё-моё вот опять смотрите встал за защитника за газоля зачем вот зачем это было делать непонятно и у меня посмотрите постоянно компьютер сам меняет комбинации я не знаю как вот смотрите у меня стоит диффенс плей колен меню вручную надо делать он каждый раз меняет настройки защиты каждый раз и но судим percentage would be nice if it stayed right there but that's gonna be tough to do jordan не попадает that's a two for matthews they get the rebound it's back to jenny he dishes it to matthews over jordan gets the front of the rim and out and that does it for the first quarter phoenix ahead up by seven and we'll be back with you for the start of the second quarter when we return now the second quarter get ready to start up давайте так попробуем может мелон не налажает сегодня вау вот я говорю видите чем заканчиваются попытки играть постоянно на пост и еще и не фолы не засчитали вау thanks матюс then there's jennings and it's a shik in the вообще лакер слушайте я такого еще лакеры вот а третий раз лакер за одно атаку три раза Повезло. Вау. Друзья, он в самом деле в фадаголе. Он никогда не отдал, никогда не отдал на игре. И это то, что нужно. Если у него есть большой компетент, то он должен быть реликой. И пытаюсь играть на пост. То есть все-таки пост вообще не катит. Обалдеть. Лупец, бишет к Йеннингс. Они, кстати, очень сильно убили игру в посте. Этим последним патчем. Он вставляет его к Дуранту. Это один за три. Феникс не хорошо в этом времени. И это Сиэнтл с бомбой. Они не позволили никаких патчетов в втором квартале. Малон вставляет. Ирвинг за три. Из-за того, что и другие. Ирвинг получил его первым пакетом. Эх, ты волосатая мамба. Ну-ка, давайте-ка поставим... Нашего Лоджиона. Великонс. Вилкинс. Томпсон. Томпсон что-то подустал сожки. Веси у него почему Анталия в этом году. Ты про чувакас, который со мной играет? Вау! Вау, Вестбрук! Камон! Но через глаз, очень легких движений, я не могу сказать, что это не поможет. Ну, давайте посмотрим, как это эффект стимулся. Потому что такие бои иногда могут получать изменения на обе стороны. Вот Томпсон, после того, как Томпсона и Джон Коби. Оооо, здравствуйте. Хаким, Хаким, Олоджиоан... Его каким-то просто идиотом выставили сейчас. Как будто этот человек не умеет в руках мяч держать. Силы, типа, не хватает у меня, говорит братцы, извините, пожалуйста. Поразительно. Каким-то, Джон может выронить мяч из рук. Это Дурант с двигателем, и вот он идет, бежевая его домой. Я скажу что, это серьезная шоколадка здесь, любит этот Томпсон. Ларки пришел с силой, и это не только получает 2 пункта, он был вставил нам сообщение. Вы знаете, это может быть моментум-шифтер. Вот так вот заканчивается игра в посте, друзья. Этот окей, поприветствуйте. Короче, надо, наверное, все-таки эксперимент заканчивать. Мне очень не нравится то, к чему это все клонит. Очень не нравится. Все-таки игра в посте, даже со слабыми игроками. Вонлайне это вообще мертвая затея. Так, давай-ка мы сюда попробуем поставить все-таки... А сейчас попробуем просто ради интереса поиграть 4-1. 4-1 и... Давайте еринга оставим все-таки. Попробуем каккнуть 4-1. Вот этот мужик умеет кидать с поста. И я, видите, специально кинул с поста еще до того момента, пока ко мне на подстраховку там побежали. Я не понимаю, что происходит с парнями. Искренне не понимаю. Они не подбирают нифига против мелких пацанов. Что за ссылку выложили на твиче? Какая-то пострадание? Мы двигаем паузу без любви, без любви, без любви, без любви. Нужно обрабатывать все точки, которые они получили на твичество сегодня. Красиво, чтобы смотреть. Теперь, здесь Робинсон. Не, я не могу Робинсона пирать. Я не знаю, что происходит. Ай, это фрустно. Вы помните, вчера мы играли, я экс-лен тайминги мочил. Что Робинсоном, что Лоджиуоном, сегодня не могу. Турсон и Гекс Дакобио. Я не знаю, как это объяснить. Где он пошел с этим паузом? Это просто ужасный турнир. Амэр, Асси. Здесь Туркалу. И релиза была перед бузером. Но это не так. И это все сделано для первой половины. Фенинс, тридцать. Ну все, пора, парень, тебе порвать уже в клампу. Стив, он очень тяжелый человек, чтобы держать. И до сих пор они не смогли это сделать. И теперь третья половина. Попробуйся. Ты смотришь на Кобио Брайан в этом матче. Я имею в виду, он был везде. Везде. Да, он играл очень мастерую первую половину. Офенсивно. Просто находясь в границах, делая хорошие решения, делая в защиту, и бросая удары. Ну, как он играл в первую половину, это именно то, что мы говорим, когда мы говорим, эффективность. Первый тридцать. На фору для Сиэтл. Бирд. Бирд. Элайжа. Потом Джордан. Потом Томпсон. И Дурант. И это маленький форвард. Здесь Дурант. Следующий баскет. Лэри Бирд. Внутри для Коби. И в течение 2-поинт. И еще один фридрил. Я не знаю как он это делает. Искренне. Вообще, такого быть не должно. Особенно с этой карточкой. Интересно, в следующем году они тоже пост убьют? Мне очень нравится играть на посте. Это реально похоже на олдскульный баскетбол. Очень жаль, что они этот элемент игры убили. Вау. Что ж такое-то? Ноа. Внутри Уэстлэн. И украли Джордан. И украли Джонсона. И никто не рядом. Ооу. Вот видите, стал игру свою играть, сразу же все нормально стало. Пост вообще умер. Реально. Сейчас. Потому что каждый баскетбол имеет свой способ. Они получают огромное движение. Они получают огромное движение. Они получают огромное движение. И они реально лейтвы. На посте очень тяжело играть. Вестбрук. Не хорошо. Ну, они нужны два или два, чтобы укрепляться скоро. И они только один из четырех лет. Джордан. Ой, Джордан красавец. Ой, красавчик. Для победы. Он лейтвы. Они попали на этот рейтвы. И они просто не смотрели. Ну, я скажу что. Они превратили этот гейтвы. Драг-рэй. Спринг. Для легкости. Берд приклеился. А, вот я сейчас с Бердом. Я все видел, что происходит. Я заранее хотел Бердом подбежать и помочь. А он как бревно просто встал. Но это особенности игры, конечно. Берд ни при чем. Субтитры сделал. О, новая. Вау. Субтитры сделал, что он готов. Клэй во время там встал, не знаю почему он двушку забил только, неужели там два было Ох, Джордан какой быстрый, даже успел после неправильного Вау, через руки Джордана забил Чувак, что ты с ними делаешь, я не пойму, как тебе это удается И Томсен кикит на Берде Я отдавал на самом деле на Алладжиуона под кольцо, но к сожалению, видите вот Вот что получилось Окей Так, давайте-ка с Get Shooters Open поставим Shoot at Will У нас же тактика поменялась Может читат Нет, я не думал, что он читер, просто возможно он использовал бусты на каждом игроке Хорошие причем бусты Это возможно, да Ашик свалил Ну что, Марио, давай пробивай Обычно с комбинацией H2O и Gatorade Я люблю Gatorade И смотри, Стив, он имеет Gatorade Он действительно Имерзен в Gatorade Я просто не могу себе найти модера на Твиче, который постоянно приходил и... ну, скажем так, был взрослый уже, постоянно приходил на стримы Я не понимаю, что с ним происходит И его уверенность вернулась с половиной часа после первых 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 дверей Не могу кидать с нормальным таймингом Пусть и тресни, ребят Он только пик н ролл играет, больше вообще ничего не делает По баскету, да? Давай, Форза, могу тебя сделать После игры напомни модератора тебе дам Вроде бы Робинсон выставлял Во время тайм-аута А почему-то поставили Майкона Как так получилось, опять непонятно Что происходит вообще? В чем все стоят и как бревна? Я даже вывести мяч не мог Все стоят и все, они не двигаются А кого не переключить, все стоят И теперь он сделает изменения Джордан, давай-давай-давай-давай Но он, очевидно, хотел что-то 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 изменилось Джордан к Робинсону Из арки Опять тайминг корявый получился Я не то, что даже Джордан промазал Сколько опять Тайминг был нормальный абсолютно Вот, Джорданский И все четко выдержал Я не понимаю, почему он написал рано Какие-то чудеса происходят сегодня С таймингами То, что Джордан с трешкой промазал Это пес с ним И это Росбрук И это Росбрук И это Росбрук И он стоит в феникс И он не стоит в феникс Голосу Ну, это коробочки Привет, Дмитрий! Макс, слышь, здравствуй! Кевин Дурант Дурант с ним, с ним сейчас, с ним сейчас, с Дурантом Сексу Стрель Стрель И теперь он будет вверх Майкл Джордан Вверх 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 Три пункта Сиаттла Кстати, я думаю, я теперь хост Самое интересное, что я хост Играю в гостях, и наконец-то мне хост удали Первый раз в сегодняшний день Вверх 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 Тобсон Пасет Вверх 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 Вот такой бросок промазал Величайший игрок из зала славы Лучший, один из лучших снайперов всех времен Промахивается из-под кольца Легчайшие два очка Там любой школьники попал Ларри Бёрд не смог Ну не смогла Не смогла я Понимаешь Примерно так прозвучала фраза Ларри Бёрда, который промазал бросок, в который попал бы любой парень изначальной школы. Неужели? Бокшот и... Да, Сантехникса самолван под кольцом. Это плохо, но получилось хорошо почему-то. Сантехникса самолван под кольцом. И это Джордан. Очень хорошая позиция, их фокус никогда не повернулся, как этот игрок произошел. И с теми, в четвертой, они должны добавить только несколько плюсов в их лидер, чтобы бросить его. Майкл Джордан берет мисс. И это Сантехникса самолван. Топсон за три. Куда ты, паста? Я же пампфейк делаю. Видите, вы говорите, перенимаю пампфейки. Но я из-за пинга не могу пампфейки кидать. У меня пампфейки превращаются в броски, на самом деле. Не в пампфейки, а реальные броски. Что-то я уже какую-то фигню не делал, на самом деле. Что-то я еще даже игру не выиграл. Да. Я не знаю, как я любил этого. Он использовал ремьер для получения правильного пальца. И они не имеют одинаково. И поэтому мы сейчас смотрим на результаты. Джордан. Кик на Робинсон. Я не уверен, как я любил этого. Он использовал ремьер для получения правильного пальца. И теперь он просто хочет, чтобы верить, что лейтинг был легче, чем лейтинг. Хорошо. Я куплю. Я куплю. Я куплю. Я куплю. Джордан. Кик на Робинсон. Робинсон. Вот опять делал пампфейк, а на самом деле Робинсон начал кидать. То есть пампфейк и редко сработает. Я не знаю, несмотря на то, что вроде бы я хост, но пинг все равно как-то играет роль. Я не знаю, как это объяснить. Пампфейк и через раз срабатывает. Бёрн. 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 Почему ты в ответственные моменты так лошаешь? Я вообще не понимаю. Какой у него сложный тайминг. Кошмар. Просто жуть. Ну, ты должен понимать, что в этой ситуации. Я имею в виду, если он у тебя крепкий, ты не можешь просто встать и пытаться срабатывать на поверхность. И здесь Джордан. Повторяя 3 от Кевина Дуранта. И они дублятят Джордан. На стороне Дуранта. Бёрн. Он świe לבев. И Новоа злится на натовке. veutったr на набережной递… It's like a crucial basket They needed it, C'mere gave it to them. Лори Бёрн. Субтитры сделал Duran. Противник надо признать достойный, он умудрился более слабым составом играть наравне со мной, но опять же хочу отметить, что первую половину игры я играл экспериментально, то есть я играл не во всю силу, а это был реально просто эксперимент. Но это продолжалось только первую половину, вторую половину уже сами видели, я играл так как обычно играю. Дорис Берт, это Кевин Харланд, спасибо за просмотр, что NBA, представлено от 2K Sports. И теперь Джордан представляет наш игрок, Майкл Джордан. Ну что, печально конечно, все-таки NBA 2K в этом году сплошь и рядом одни противоречия, то есть нас учат играть совершенно иной игре в доминашн. Те, кто смотрел прохождение доминашн от меня, наверняка помнят, что основа доминашн режима заключается в том, что ты должен минимум 50% бросков забивать с поста. Если ты этого не делаешь, то ты не пройдешь доминашн отри звезды. В онлайне все наоборот. К сожалению, игра в посте это очень часто потери, еще что-то происходит. То есть нереально просто нормально играть. Ну то есть возможно против игроков, которые исповедуют очень такой спокойный стиль игры. Для обычных 90% игроков это не подходит тактика. Продолжение следует...